Церковь, с Новым Годом! Благословения Божьих всем нам, всем вам, ваши дома, ваши семьи. Спасибо. И, знаете, не у всех год начался, как бы так, без огорчений. И, знаете, семью Приходько. Дима и Влад, они здесь переводят постоянно, два брата. Многие, вы знаете, что их отец болел. И 1 января он отошел к Господу. И с утра сегодня была похоронная уже служба. И также там на кладбище поехало много людей. И все наши переводчики тоже там. Как бы они два брата, они переводят. И плюс Давид, он там помогает с видео, со всем. Как бы и мы понимаем и осознаем, что самое время нам поднимать новых переводчиков. Но уже сегодня экспериментировать не будем. Те, кто нуждается в переводе, я знаю, там Илай есть, там Дэйв есть, то, может быть, кто-нибудь, братья, просто подсядьте. И хотя бы суть, основные тезисы переводите, чтобы никто не ушел или не сидел, ничего не понимая. А если еще кому-нибудь нужно, перевод поднимите высоко руку. А те из вас, кто увидит эту руку и хочет себе найти служение, и попрактиковаться, вы можете подсесть и переводить, чтобы сегодня все могли слышать Слово Божье. Это первое воскресенье 2021 года. Новый год. И хочется, чтобы, конечно, многие вещи, они были по-новому в нашей жизни. И Библия говорит, что Бог, Он вообще, Он любит новое. Библия говорит, что Бог творит все новое. Он Бог всего нового. Поэтому новое – это хорошо. И машина новая – хорошо, и дом новый – хорошо. Но еще лучшее – это когда новая мера веры, новая мера любви, новая мера посвящения. То есть вещи, которые за деньги не купишь, это еще более ценные вещи, правда? Поэтому пусть Бог поможет всем нам в этом году иметь много чего нового, чего не купишь за деньги. Аминь. Поэтому наши глубокие соболезнования семье Приходько. Пусть Бог благословит и утешит. И также я хочу поприветствовать всех вас, друзья, кто в первый раз здесь. Есть такие люди? Первый раз вы попали в церковь Эммануил сегодня. Можно ваши руки увидеть. Или уже все не новые. Там есть руки. Мы вас приветствуем. Или мне уже очки нужны. У меня в кармане уже даже есть, друзья. Чтобы видеть ваши руки, ваши лица. Когда заказывал очки, упустил одну вещь. Мне предлагали, давай мы тебе сделаем очки, чтобы ты и близко видел, и далеко видел. Ну, знаете, кто из нас признается, что мы ветшаем? Нам же хочется до последнего быть полными сил, энергии. Но я отказался. Я говорю, далеко, а близко я вижу еще. А теперь, чтобы, к примеру, прочитать, нужно снимать. Чтобы смотреть, одевать. И, знаете, неудобно очень. Поэтому вообще не буду. Да, надеюсь на то, что вы все равно в телефонах сидеть не будете. Детей до шести лет мы отпускаем. До шести лет. Все остальные детки, вы сидите с родителями. До шести лет. Мы вас сразу отпускаем. Бегите туда, на воскресную школу. Мы вас благословляем, учителей благословляем. Пусть Бог вас благословит, друзья. Пусть дети наши грызут науку, а взрослые взращивают в себе плод духа терпения. Кто из вас получил такой бюллетень? Или кто не получил? И первый раз руки не подняли, и второй раз не подняли. Я не про всех, я про основную массу. Возьмите бюллетень, друзья. Почему? Потому что эта неделя у нас очень важная. У нас будет только одни служения, все остальные отменяются. У нас пятидневный пост, и каждый вечер у нас будет служение. Я об этом еще скажу, потому что буду проповедовать сейчас о посте. Но если вы обратили внимание, что 24 января, те, кто не успел еще попасть в члены церкви, ко мне подходили некоторые, они не успевали, то 24 мы еще успеем вас принять, поэтому можете подойти ко мне. А 31 числа у нас будет членское отчетное служение здесь. Это будет обычное служение. Знаете, в некоторых церквях членское служение, это вообще все служение только для членов. У нас как бы все проще немножко. Это будет обычное служение, а в конце, после служения, минут 20, мы останемся и сделаем просто отчет по финансам, по людям, и посмотрим, как мы в ходь вошли в этот 2021 год. И в начале февраля мы видим, что у нас будет служение с Артуром Симоняном. И ближе уже мы скажем, в каком формате будет служение проходить. Поэтому, друзья, берите бюллетни, следите за событиями. Мы выставим также на Facebook странице, Instagram эту бюллетень, чтобы вы могли знать, что происходит в церкви. Потому что, ну, когда мы живем в семье, важно знать, что в семье происходит. На холодильник можете повесить. Особенно на этой неделе поста. Поможет. У кого телевизора есть, на телевизоры повесить. Мы так в Белоруссии практиковали, прямо на экран скотчем лепили, чтобы искушения не было лезть во время поста в телевизор. Аллилуйя! Кто-то скажет, телевизоры уже устарели, надо телефоны заклеивать скотчем. Или айпеды. Хорошо, друзья, в преддверии этого пятидневного поста, который у нас каждый год происходит, я хочу немножко порассуждать на эту тему. И тема называется «Пост как образ жизни». Мы как церковь верим, что пост – это часть, постоянная, неотъемлемая часть христианской жизни, христианской духовной практики, христианской дисциплины. И Христос, Он говорил в Матфея 6,16 «Когда вы поститесь?» То есть Он не говорил «Если вы будете поститься», Он говорил «Когда вы поститесь?» То есть Христос ожидал, что Его дети, Его люди, Его церковь, Его ученики, они будут поститься. Он сам постился, Он оставил добрый пример, и Он ожидает, что мы, как церковь 21 века, мы будем поститься с вами. Хотя, что интересно, мы живем в такое время, когда многие люди, они, много христиан, много церквей, как бы они не практикуют пост. И более того, они даже выступают против поста, критикуют некоторые, даже саму идею поста. Говорят, пост – это закон, у нас все по благодати, нам ничего делать не нужно, Христос уже все за нас сделал, нам просто нужно принимать верой и жить по благодати, и все. Знаете, о людях, которые так рассуждают, все, что хочется сказать, словами Иисуса Христа, что заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. И, друзья, так важно не читать Писание однобока. Читать нужно все Писание, не вырывая из контекста какие-то отдельные моменты, потому что мы видим в Писании, что мужи Божьи, начиная с Ветхого Завета, они постились, затем сам Христос постился, затем ученики постились. И я абсолютно убежден, друзья, что если мы хотим жить в победе на этой земле, если мы хотим прорыва в своей личной жизни, в познании Бога, если мы говорим о прорыве, о силе Божьей в церкви, то нам необходимо просто еще больше, я верю, практиковать эту дисциплину, практиковать пост, молитву, посвящать себя этому. Знаете, что перед тем, как произошло движение Иисуса, был пост Иисуса. Об этом как-то говорил уже. Перед тем, как произошло движение Иисуса, был пост Иисуса, друзья. Луки 14 мы читаем, «И возвратился Христос в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем». Христос начал двигаться в силе Духа только после того, как Он вышел из поста. Только после того, как Он постился 40 дней, 40 ночей. Перед тем, как началось движение, и в силе Духа Он начал двигаться, был пост Иисуса перед этим. Поэтому сегодня много людей хотят движения Иисуса, но не всем нравится идея поста Иисуса. Но, друзья, мы не можем отделить одного от другого. Прежде чем пришло движение Духа Святого через жизнь Иисуса, был пост Иисуса в пустыне, в смирении, где Его никто не видел. Но там Он побеждал дьявола, там Он учился цитировать Слово Божье, там Он учился стоять в вере, там Он учился побеждать. И Он вышел в силе Духа. Поэтому запомни, прежде чем было движение Иисуса, был пост Иисуса. И если мы хотим сегодня движение Иисуса, если мы хотим силу Божью, если мы хотим видеть славу Божью, мы должны, друзья, четко понимать, что тот паттерн, или тот образец, который оставил Христос, мы Его обойти никак не можем. Может быть, знаете, мы ищем всегда легкие пути, мы ищем пути такие, как пути наименьшего сопротивления. Знаете, когда вода течет, она всегда находит путь наименьшего сопротивления. И мы тоже часто, мы хотим найти путь наименьшего сопротивления, и при этом иметь отличный, мощный результат. Но так не бывает. Есть Библия, есть Христос, который оставил нам путь, по которому нам нужно идти. Есть образец определенный, друзья. Если мы хотим видеть определенные результаты, нам нужно следовать определенному образцу, оставленному Писанием, примером самого Иисуса Христа. Поэтому, если мы хотим видеть движение Иисуса, силу и славу Божью, то нам нужно уметь практиковать в своей жизни пост Иисуса. не только раз в году, не только раз в году напрягся. Вы знаете, что прыжки веры, они хороши, но жизнь наша, она состоит не из прыжков веры, она состоит из постоянного хождения с Богом. Аминь. Некоторые люди, они прилагают какие-то усилия, время от времени, чтобы прыжок веры сделать. Вот напрягся в начале года, попастился, как-то так вроде приблизился к Богу, прыгнул вперед. Ну, а потом весь год уже, как будет, так будет. Расслабился. Я хочу вдохновить нас, друзья. Пусть жизнь наша, она не будет, как прыжки веры какие-то. Нашло на меня что-то. Я в начале года, знаете, как в джим многие начинают ходить. Все, поменяю все. Ну, хватает на первый месяц, может быть. Так порой духовно мы тоже стартуем. Все, попащусь, и что-то все изменится в моей жизни. И мы стартуем вроде бы. И я хочу вдохновить нас, чтобы мы стартовали и продолжали идти. И чтобы пост, это не было просто время от времени прыжком веры, но это был образ жизни. Это была постоянная, неотъемлемая часть христианской практики и христианских дисциплин в нашей жизни. Аминь. Аминь. Написано, Енох ходил с Богом. Ходил, не прыгал, не сидел, не скакал. Он ходил. Знаете, есть постоянство какое-то в этом слове. Когда ты ходишь изо дня в день, ты постоянно ходишь, ты не прыгаешь, потом остановился, потом опять побежал, чтобы догнать. Знаете, такое христианство утомляет больше всего. Когда ты то сел, то лег, то постоял, потом бежишь со всех сил, потом прыгаешь, потом опять идешь. Очень утомляют эти вещи. Но когда ты стабильно движешься, у тебя есть духовные дисциплины в твоей жизни. Ты практикуешь это. Время с Богом, Писание изучаешь, постишься на постоянной основе то, что мы практикуем здесь. В церкви Эммануил каждую пятницу посты у нас. Я абсолютно убежден, люди, которые посвящают себя постоянному процессу, этих людей благословенная жизнь, друзья. У этих людей жизнь, она без таких сильных перепадов, я бы сказал. Она пусть идет, может быть, медленно, но уверенно в гору. И я хочу благословить всех вас, друзья, чтобы мы не прыгали в вере, но мы могли постоянно и стабильно ходить с Господом. А если и прыгаем где-то, то не для того, чтобы прыгнуть, а потом перестать, но прыгнуть, чтобы где-то, может быть, достичь большего и продолжать идти с Господом. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому кто-то сказал, лучше голодать для Иисуса, чем толстеть для дьявола. Поэтому, дорогие, будем смиряться перед Господом, искать Его, умирать для себя, и Господь, Он явит Свою славу в жизни нашей. И когда мы изучаем Писание, друзья, мы видим, что Библия много говорит о том, как люди Божьи постились. Одну историю я хочу упомянуть, особенно так, как в какой-то мере это имеет отношение к нам, к нашему времени сегодня. Я уже упоминал раньше эту историю как-то год назад. Первое царство, или первое Самуило, по-английски, 31 глава, 11-13 стихи. Написано, «И услышали жители Иовиса Галацкого о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бевсана, и пришли в Иовис, и сожгли их там, и взяли кости их, и погребли под дубом в Иовисе, и постились семь дней». Когда мы читаем эту историю, друзья, мы видим, что была война у израильского народа с филистимлянами. филистимляне вышли против царя Саула, и Саул со своими сыновьями, они были убиты. И вот, когда жители города Иовиса услышали о том, что произошло, написано, что они поднялись, все люди сильные, и они шли семь дней, или сколько там они шли, они шли день и ночь, и взяли тело Саула, и взяли тела его сыновей, принесли в свой город, сожгли их там, а кости похоронили под дубом. И затем вот эта вот интересная фраза, да, с четырех слов, и постились семь дней. Почему они постились, друзья? Я думаю, что эти люди, они поняли, что приходят какие-то перемены, они поняли, что приходит новое время, они осознали, что происходит определенный переход. Царь Саул умер, а вместе с ним умерла целая эпоха, уходит все, что было с ним связано, к власти придет другой царь, новый царь всегда приносит что-то новое, друзья. Никто не знал, до конца не понимал, что будет происходить, и вот находясь на стыке как бы перемен, и понимая важность момента, эти сильные люди, они решили поститься, они не постились, а мертвом Сауле, послушайте, Саул был мертв, они его похоронили, я абсолютно убежден, что они постились о будущем своей страны, они постились о том, что будет дальше, и знаете, в чем хорошая новость, что их пост, он принес хороший результат, потому что к власти пришел царь Давид, и это был золотой период в истории израильского народа, аллалюя, но была группа людей, не все осознавали, не все понимали, что происходит в мире, что происходит в стране, как и сейчас, друзья, мы живем в очень интересное время, мы живем на стыке перемен, мы живем в то время, когда мир изменился, 20-й год был каким-то переходным годом, этот ковид, который поразил весь мир, то есть мир никогда уже прежним не будет, как будто бы одна эпоха закончилась и начинается какая-то другая эпоха или вообще другая реальность, в которой мы с вами начинаем жить, учимся жить, нравится нам это или нет, но как будто бы эпоха здравого смысла, она закончилась и началась эпоха какого-то нонсенса, какого-то маразма, каких-то непонятных решений, когда в аэропорту тебе говорят сикс фит, чтобы загрузиться в самолет, а потом в самолете сидят все трое каждый в своем сидении там и фита нету, думаешь, господи, где логика, ну тогда каждому уже дайте по одному ряду и пусть сидят, не, экономически невыгодно, как же самолету пустому лететь и тому подобное, друзья, когда в церкви приходить нельзя, потому что там ковид, а в стрип-клубы ходить можно или в уолмарте толкаться в очереди нормально, а в церкви ненормально, то есть такое чувство, что эпоха здравого смысла, она как будто бы уходить начала и начинается эпоха отсутствия здравого смысла, эпоха нонсенса какого-то, друзья, и мы живем в это время, плюс выборы президента, которые до сих пор не поняли мы, кого выбрали еще, до сих пор мы не знаем, кто будет президентом, надеемся, в среду уже узнаем, когда Конгресс, он примет окончательное решение, и мы не знаем, что принесет это решение, кого там изберут, утвердят, мы не уверены, что после этого протестов не будет, мы не уверены, что Америка не станет другой после этого, мы ничего не знаем, друзья, мы можем предполагать, мы можем думать, планировать, но о чем я хочу сказать, время меняется, мир меняется, друзья, не все это, может быть, понимают, не все осознают, как и в то время, когда умер царь Саул, был убит, сыновья его были убиты, нашлись люди, которые понимали, приходит новое время, приходит новая реальность, и лучше поститься о том, чтобы было благословение, лучше поститься о том, чтобы знать, как жить в этой новой реальности, друзья, и они постились о будущем своей страны, не все это поняли, написано, несколько, или там, с одного города, люди, мужи эти, они пришли, и они понимали, это важность этого момента, и они постились, они совершили церемонию, предали праху там, земле, кости Саула, сыновей, сделали все, как надо, и постились о будущем израильского народа, понимая, что мир поменялся, друзья, мир поменялся, хотим мы этого, или нет, нравится нам это, или нет, реальность уже другая, и что дальше будет, мы тоже не знаем, поэтому очень разумно, когда происходят любого рода переходные периоды, даже один год заканчивается, другой начинается, когда у тебя этапы в жизни какие-то, ты закончил школу, идешь в колледж, или у тебя этап, ты с одного города хочешь уезжать в другой, или когда ты, к примеру, с одинокой жизнью, переходишь в замужнюю жизнь, да, женишься, выходишь замуж, это серьезные переходы в жизни, друзья, и так безответственно подходить к ним очень неправильно, многие люди, они очень безответственно подходят к переменам в своей жизни, а ну окей, школу закончил, окей, пошел себе, по течению поплыл, женюсь, оу, слава Богу, женюсь, и какая разница, на ком женюсь, там, не разобрался, не помолился, не попастился, гормоны бьют, все, готов жениться, и мы очень часто, переходя с одного периода своей жизни в другой, переезжая с одного места жительства в другое, мы очень безответственно подходим, мы не постимся, не молимся, может быть, немножко молимся, но не ищем водительства, не ищем мудрости, не ищем Господней руки и воли в тех решениях, которые мы принимаем, поэтому, в каком бы ты стыке перемен не находился, какие бы у тебя периоды не были в жизни, где что-то меняется в твоей жизни, не подходи легкомысленно к этому, давайте возьмем пример с этих мужей города Иависа, которые похоронили Саула, и они постились семь дней, ну, мы не семь, пять, может, семь уже надо, уже пять лет, мы пять лет постимся, уже где-то, может, нас растягивать, самим себя нужно, даст Бог благодати, может быть, в следующем году, а то как-то кушать хочется, у вас не было такого, пост начинается завтра, кушать уже сегодня хочется, уже аж мандраж по телу проходит, а вот честно скажите, кто в двенадцать ночи еще последний бутерброд доедает? я помню, в первый пятидневный наш пост, я в двенадцать ночи колбасы нарубился, как я тяжело спал, такая резь была в желудке, так тяжело было, но Господь помиловал, до утра дожил, поэтому, друзья, мы не знаем, что нас ждет завтра, но мы доверяем тому, который держит завтра в своих руках, аминь, аминь, мы не знаем, что ждет нас завтра, но мы доверяем тому, кто держит завтра в своих руках, и вот когда мы рассуждаем о посте, друзья, Новый Завет говорит нам о двух видах поста, первый это пост, как служение Господу, Лука 2.37 говорит, Евангелие от Луки, что там была женщина Анна, которая постом и молитвой служила Богу день и ночь, то есть она была при храме все время, это была женщина вдовица, лет 80, Библия говорит, или сколько там, 70, и все ее служение, которое у нее было, или образ ее жизни, она была при храме, у нее не было каких-то, может быть, нужд своих, больших, все, что она делала, она постилась и молилась, и смирялась перед Богом, это была часть ее христианской жизни, это была ее духовная практика, это было ее служение, то есть она нашла себя в служении Богу, она решила, я буду поститься и молиться, это было ее служение, друзья, служила Господу постом и молитвой день и ночь, я не знаю, если бы было написано просто день, мы бы предположили, что ночью кушает, как мусульмане в Рамадан, да, говорят, Аллах ночью спит, поэтому они днем не кушают, а ночью очень активно насыщаются, но здесь написано день и ночь, я не знаю, когда она кушала вообще, какие продолжительные у нее посты были, мы не знаем, но мы видим, что она этим занималась, служа Господу постом и молитвой, день и ночь, Деяние 13 глава 1-2 стихи мы читаем, в Антиохии, в поместной церкви были некоторые пророки и учители, Варнава, Симеон, называемый Нигер, Луций Кирианин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверто властника, и Савл, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их, то есть мы видим, что они служили Господу и постились, то есть это был, пост был частью их жизни, друзья, частью их веры, это было их хождение с Богом, это был образ ихней жизни, послушайте внимательно, они не ждали, пока что-то произойдет, и потом вот начнем поститься, и многие христиане, с чем я сталкиваюсь в своей христианской жизни за все годы, я сталкиваюсь много раз, многие христиане начинают поститься именно тогда, когда уже пришла беда, когда пришли проблемы, когда пришла болезнь, когда дети ушли от Бога и тому подобное, когда пришла беда какая-то, трудности, проблемы, многие христиане вспоминают, пост есть, как крайнее средство какое-то, все, буду брать пост, бегу к Богу, надо решать проблему, это неплохо, друзья, хотя бы в таком случае поститься, мы видим в Писании много примеров, когда народ Божий, находясь в проблеме, они объявляли пост, и они смирялись перед Богом, и они молились, но знаете, что я понял для себя, за годы служения Господу, за годы хождения с Богом, я понял одну важную истину, хорошо поститься, когда есть проблема, но еще лучше поститься, чтобы она даже не пришла, аминь, можете даже записывать, хорошо поститься за исцеление, но еще лучше поститься, чтобы не болеть, хорошо поститься о спасении детей, но еще лучше поститься, чтобы они с детства познали Бога, хорошо поститься о мудрости, как выбраться с какой-то ямы, но еще лучше поститься, чтобы не попасть в эту яму никогда, хорошо поститься, чтобы вырваться из греха, но еще лучше поститься, чтобы никогда не стать рабом греха, хорошо поститься за свою семью, исцеление взаимоотношений с супругом, но еще лучше поститься, друзья, задолго до того, как ты женился и вышел замуж, чтобы избежать многие проблемы. Как я сказал, меня удивляет, как многие люди молодые, легкомысленно к этим вещам подходят, понравилось, полюбил, страсть вспыхнула, влюбчивость по уши, все, не разобравшись, молодые люди бегут под венец, не было там молитвы, почти не было, какие посты, такие посты, поскорее надо жениться, уж замуж не втерпешь. И потом столько боли, столько проблем, потом уже пост, пастор попались, попастись, побеседуй, это все нормально, конечно, уже когда надо лечить, надо лечить, лучше, чем ничего не делать. Но я о том говорю, что насколько бы меньше было боли в наших семьях, друзья, если бы прежде, чем мы пошли под венец, каждый молодой человек постился бы и молился перед Богом, чтобы убедиться, что он правильный выбор в своей жизни делает. Аминь. Чтобы получить от Господа подтверждение, чтобы вместе где-то не просто в Инстаграме или там где-то тусить в горах, но вместе пост взять три дня, давай попостимся о нашей будущей семейной жизни, как редко мы это сегодня видим, друзья, к сожалению. Пусть Бог поможет нам, да? Когда мы делаем эти серьезные решения, не ждать, пока проблемы придут, чтобы потом их разгребать, поститься, искать Бога, но до того, как они придут, уже поститься, искать Господа, искать мудрости и водительства. Болезнь легче предотвратить, нежели ее лечить, друзья. Запомните. Болезнь легче предотвратить, чем ее лечить. Кто-то сказал, лучше поставить забор на вершине горы, нежели госпиталь у ее подножия. Аминь. Лучше поставить забор на вершине горы, нежели госпиталь у ее подножия. И я верю, что когда пост – это образ жизни, это часть моей христианской практики, он играет именно роль этого забора в нашей жизни и сохранит нас от многих и многих ошибок в жизни. И я вижу это в своей жизни, друзья. Я пощусь на постоянной основе с 18 лет. И я верю, что именно благодаря этому Бог уберег меня от многих-многих ошибок в моей жизни. Пост помогает держать себя в духовной форме. Запомни. Быть духовно здоровым человеком. Поэтому так важно, чтобы пост – это было как служение Господу, как часть нашего хождения перед Богом. Чтобы ходить с Господом изо дня в день, из недели в неделю и быть духовно здоровыми людьми. Знаете, как люди, которые занимаются спортом, изо дня в день, то они здоровые физически. Люди, которые не занимаются, никак за своим здоровьем не следят. Когда начинается проблема, я так часто это слышал, все, уже диетки пошли, уже пост начинается, уже смотрит человек, что кушать, что не кушать. Уже когда стрельнуло, то тут, то там, то там. Когда уже сосуды забиты, когда уже проблем куча, желудок болит уже, много проблем человек начинает, правильное питание и тому подобное. Казалось бы, что мешает нам? Что мешает нам в целом так жить? Ну, как я говорил, нам легче плыть путем наименьшего сопротивления. Кто ж отменит горошек на Новый год, да? Как без него? Когда уже майонез почти по жилам течет у нас после Нового года, мы вспоминаем и говорим, Господи, надо срочно что-то менять, надоел горошек, больше не будем его делать, а потом снова делаем, потому что вкусно. Аминь не слышу. Я лично верю Оливье, да? Кто-то горошек не понял. У нас в Молдове это назвали вообще майонез. Салат майонез. Я лично верю, что лучшего салата еще никто не придумал. Это самый вкусный вообще салат, что можно придумать. Но не самый полезный. Да, но когда мы даже на физическом уровне, друзья, мы понимаем, что если мы смотрим за своим здоровьем, смотрим, что мы кушаем, как-то какие-то физические упражнения у нас есть, то многие болезни мы предотвратим в нашей жизни. Сердечные болезни, сосуды наши и тому подобное. А если мы физически не смотрим, мы потом начинаем задним числом пытаться исправить то, что уже потеряно где-то. Так и духовно. Я верю, что когда мы постимся, это как-то духовная физкультура в нашей жизни, как тот забор, который будет мешать нам где-то падать с горы, но он будет этим средством, которое будет помогать нам быть духовно здоровыми людьми, ходить перед Господом, смиряя свою плоть. Поэтому пост, друзья, это образ жизни, это служение перед Господом. Это не просто прыжок веры, который мы делаем раз в году, но это образ жизни. И когда оно становится образом жизни, ты будешь жить и побеждать во имя Иисуса. Вторая, второй пост, который мы видим в Новом Завете и в целом в Библии, это пост для получения определенного результата. Как я уже говорил, да, порой мы начинаем поститься, только когда стрельнет уже. Нужда в исцелении, я беру пост с целью усилить молитву и получить результат. И дело касается порой не только нас, да, но, к примеру, мы как церковь порой постимся за тех, кто в болезнях. То есть вроде бы я не болею, но я пощусь за кого-то. То есть это пост, он для получения результата определенного. Я беру пост с целью усилить молитву. Или мы как церковь вместе берем пост с целью усилить молитву. Нужда во спасении, детей или родных, родственников. Беру пост с целью усилить ходатайство. Вопросы о том же переезде или поиск работы, любые серьезные решения, выйти замуж, жениться. Важно брать пост, друзья, чтобы получать водительство от Господа. Нужна в силе, нужда в силе Божьей для изгнания бесов. Христос говорил, что есть род, который изгоняется только молитвой и постом. Матфея 17, 21. И мы, понимая и зная эту истину Писания, берем пост, смиряемся перед Господом, потому что понимаем, что есть род бесов, род проблем, род демонов, которые не уходят без поста и молитвы. Просто не уходят. И я это, опять же, видел много раз в служении, когда ты молишься за освобождение, и понимаешь, силы не хватает, помазания не хватает, или веры не хватает. Ты начинаешь смиряться перед Господом, искать Его присутствие, силы, лица, исполняться Духом, и приходит больше веры, приходит больше вдохновения, помазания. И ты можешь повелевать, и тот род бесов, которые уходят только от поста, и молитвы начинают уходить, цепи начинают рушиться, грехи начинают разрушаться. После получения определенного результата, когда ты понимаешь, что в твоей жизни есть какие-то вещи, твердыни, грехи, которые тебя держат в рабстве, никогда не смиряйся с этим. Друзья, мы, никто не идеален из нас, у нас у всех свои битвы, но мы проигрываем не тогда, когда мы имеем проблемы или сражаемся, мы проигрываем тогда, когда мы соглашаемся и перестаем сражаться. Вот тогда мы проигрываем, друзья. Поэтому, какие бы проблемы не были в жизни, какие бы грехи не атаковали, искушения, какие бы твердыни не были, никогда с ними не соглашайся, никогда не смиряйся, продолжай бороться. И пост – это один из путей, когда ты можешь смирять свою плоть и ослабить силу врага в твоей жизни и атаковать эти твердыни демонические силой Господа и разбить это ярмо в своей жизни. Или просто есть жажда поздавать Господа. Ты идешь, ходишь с Богом, все течет своим чередом, но ты внутри понимаешь, что есть большее. Есть большее, чем то, что я видел до сих пор. Есть большее, чем то, о чем мы говорим. Есть большее. Когда читаем Библию, мы видим больше. И внутри рождается жажда и желание. Знаете, когда я слышу, как люди умирают, заболевают, вчера узнал пастор известный очень, который многие из вас, кто постарше, знают, тоже рак головного мозга, опухоль в голове, 49 лет. До этого узнал еще один пастор, тоже известный в России, 50 лет, тоже опухоль, рак головного мозга. И думаешь, Господи, что происходит? Когда мы читаем Библию, мы видим силу Божью, мы видим, как рушатся твердыни, как бесы уходят, болезни уходят, и понимаем, что есть больше. Есть больше. Но мы не всегда видим это большее. Мы верим в силу Божью, мы возлагаем руки, мы мажем милее, мы провозглашаем силу исцеления, здоровье, мы делаем все, что мы понимаем, все, что Библия учит, но не видим часто. Читаем, как Павел исполнялся духом, ходил в вступление, видел небеса, тверсты, поднимался до седьмого неба, и думаешь, вау, вот бы мне так. А Павел говорит, я больше всех пребывал в постах, в молитвах, в изнурениях, в бдениях. То есть, он платил большую цену, друзья, за то, чтобы видеть славу Божью, смирение своей плоти. Цена не в том, что мы покупаем силу Божью, но цена – это смирение, это умирание для самого себя, для того, чтобы сила Божья могла проявляться в нашей жизни. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому, друзья, просто жажда даже, когда по Богу бери пост. Для меня фактически этот пост всегда больше, как такая профилактика духовная с одной стороны, и некое продвижение в духовном мире с другой стороны, чтобы где-то пережить больше присутствие силы Божью, где-то поближе приблизиться к Господу, исполниться Духом, поплакать в Его присутствии, в сокрушении, побыть просто. Завидую людям, которые умеют легко плакать. Женщины, у них это получается легче. Мужчины, они все в себе держат, и потом там столько собираются, что уже когда прорвет, держись называется. Особенно, если прорвет в неправильном месте. Но когда мы умеем перед Господом просто плакать, смиряться, когда сердца наши плавятся в Его присутствии, друзья, тогда все по-другому. Все по-другому. Поэтому, знаете, и эта жажда порой, она не берется ниоткуда. Знаете, я порой читаю книги про генералов веры там, и читаю, что вот у него внутри родилась огромная жажда по Богу. Думаю, Господи, или я неправильный какой-то. Как это работает все? У меня нет такого сильного всплеска, вот я аж настолько голод по Богу. Больше как бы понимания, важности поиска, больше здравый смысл, послушание Слову. Как это работает? Не знаю до конца, друзья. Я верю, что жажду дает Бог, но мы можем ее каким-то образом, наверное, все равно стимулировать, прося у Бога эту жажду. Говорить, Господи, вложи в меня голод по Тебе, чтобы никакая суета этого мира, она не могла затушить, заглушить, съесть изнутри это Слово Божие, это откровение, это жажду по Тебе, любовь к Богу. Она убивается заботами житейскими, убивается желанием обогатиться, и убивается другими пожеланиями, Христос говорил. Поэтому так важно каким-то образом культивировать в себе эту жажду. Порой, знаете, как говорят, аппетит приходит во время еды. То есть вроде бы нема особой жажды, но ты начинаешь смиряться перед Богом, искать Его, и вдруг начинает она приходить. Кто-то сказал, недавно я слышал проповедь, говорит, пусть голод физический, он рождает в Тебе голод духовный. А Бог говорит к Тебе, да, ты более уязвимым становишься тоже. Кто замечал, что во время поста раздражаться начинаешь больше, злиться начинаешь, кто-то святый просто голодный, поэтому, ну, какая-то доля истины есть в этом? I'm hungry, I'm angry, да? Не зря англичане эти слова вместе так придумали, звучит почти одинаково. Есть что-то в этом, но, друзья, мы становимся уязвимыми для духовного мира. Мы становимся чувствительными. И так важно, чтобы мы были чувствительными, мы слышали Бога, что Он говорит, что Дух говорит церкви. Я в следующее воскресенье буду говорить, у нас год церкви, я буду говорить о многих вещах, потому что меня ревность берет, когда я вижу, дьявол атакует церковь, друзья. И не пропустите, следующее воскресенье мы немножко расшифруем, что здесь сзади написано. Мы становимся чувствительными, когда мы постимся. То есть Бог не меняется, друзья, мы меняемся. Поймите правильно, мы не изменяем Бога нашим постом. Хотя есть такие случаи в Писании, когда Моисей сорок дней ночей постился перед Богом на горе за народ. И Бог отменил свой праведный приговор, потому что Моисей умилостивил властивил лицо Бога своим постом и ходатайством перед Господом. Есть такая практика, мы видим, но она редкая. Чаще всего пост, он нужен нам прежде всего, чтобы мы могли сами изменяться, где-то останавливаться, где-то смиряться и умирать в поплоти нашей. И быть чувствительными, чтобы слышать, что Дух говорит. в церкви, лично мне, моей семье, моей жизни, моей судьбе, как мне жить, чем заниматься, куда двигаться, к чему стремиться в конце концов. Поэтому это так важно, друзья. Поэтому, подходя к завершению, что я хочу сказать. Пост – это не выбор, который у нас есть, это повеление, которое нам дано. Послушайте, друзья, пост – это не выбор, который мы либо можем принять, либо нет по настроению. Пост – это повеление, которое нам дано Господом. Если ты хочешь ходить с Богом, побеждать плоть, грех, дьявола, без поста никак. Если сам начальник и совершитель нашей веры, то есть Иисус Христос, Он прошел этим путем, и Он оставил нам добрый пример, неужели мы лучше Него? Неужели мы можем другой путь какой-то найти? Не можем, друзья. Поэтому давайте будем полнеть духом и худеть плотью. Это духовное действие, и в этом огромная польза для нас. Поэтому я хочу вдавы и церкви. Те, которые так легкомысленно, не воспринимают серьезно эти вещи, церкви становятся либеральными очень, они заплывают различными вещами, грехами. Поэтому пусть Бог поможет всем нам. Постись, ищи Господа, смиряйся перед Богом. И чему хочу также вдохновить, откажись от социальных вещей. Вообще, что такое пост? Кто-то меня спросил как-то. Друзья, пост – это полное или частичное воздержание от пищи. Также это воздержание от сексуальной близости супруги. И это воздержание в наше время уже разумно добавить от всех социальных сетей. Друзья, от всех социальных сетей, в том числе от новостей. Пусть наши головы не будут как мусорные ямы, в которых сливается все. Все, что происходит в этом мире. Я это себе тоже говорю. Друзья, я люблю новости, я люблю информацию. Я люблю знать, что в мире происходит. Я люблю читать. И порой читаешь, понимаешь, не то, что надо. Загрузил свой разум мне тем, чем нужно было. И давайте откажемся на эти пять дней от этого ненужного, от Инстаграма, Фейсбука, от Ютуба, от того, без чего можно прожить. Я понимаю, у кого-то бизнес, работа связана с этими вещами, но то, без чего можно прожить, откажись, попастись. К удивлению, мы все поймем, какая ломка начинается, когда идешь в туалет без телефона. Начинается ломка вдруг. Не знаешь, чем там заниматься, как будто не знаешь, чем в туалете заниматься. Книжку возьми хорошую, в конце концов. Но, друзья, это реальность. Мы можем посмеяться, это так. Настолько это вошло в нашу жизнь уже. Настолько это стало частью нашей жизни, что уже ломка начинается, когда вдруг руки пустые становятся у нас. Поэтому пусть Бог поможет всем нам. Молодежь, я особенно вас хочу вдохновить. Давайте постейца. Так много проблем, так много искушений в этом мире, так много греха в этом мире. Вопрос замужества, вопрос учебы, будущей жизни, служения, призвания. Промаливай это. Подходи серьезно к этим вещам. Не подходи легкомысленно к своей жизни. Когда ты постишься, чем раньше ты начинаешь практиковать духовные дисциплины в своей жизни, ты строишь этот фундамент правильный и формируешь свое будущее. Потому что сегодняшние решения, они определяют то, где ты будешь завтра. Аминь. Сегодняшние решения определяют то, где мы будем завтра. Каждый из нас. Как-то я слушал Франклина из церковь Ричаппелл, знаете, некоторые посещают там иногда. Он о себе рассказывал. Они тоже много постятся. Говорят, в 16 лет я взял 21 день поста о своей жизни, о своем будущем, о своей судьбе. И мы видим, что сегодня это пастор огромной церкви. То есть он понял, что чем раньше я начну поститься, искать Бога, Его воли для моей жизни, промаливать свое будущее, тем больше шансов не запутаться в этой жизни, прожить ее правильно, сделать правильные решения, услышать Бога правильно для себя, для своей семьи, для своей жизни. Поэтому стартуй правильно. Стартуй правильно. Начинай год правильно и продолжай год правильно во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы встанем, дорогая церковь.